Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресный день 17 июня. В календаре Православной Церкви праздник неделя всех святых в земле белорусской просиявших. Это празднование было установлено более 30 лет назад и посвящено оно уже нескольким десяткам святых, которые на протяжении тысячелетия в разное время жили и трудились на нашей земле. Белорусский народ имеет древнюю историю. Около тысячи лет назад белорусские города Полоцк и Туров приняли святое крещение, и с этого началась христианизация белорусской земли. Для наших предков она бы означала нечто очень важное – эпохальный поворот в истории. Дело в том, что все соседи в Европе, которые нас окружали тогда, древнюю Русь, они уже были христианскими народами. И они, как христианские народы, имели многое, чего были лишены славяне на Руси. У них были книги, у них была письменность, начинали развиваться науки, строились города. А мы, конечно, только могли любоваться тем, что было у наших соседей. И святой князь Владимир, почти тысячу лет назад с небольшим, когда выбирал православное христианство для принятия на Руси, он взял его из самого крупного христианского центра – Византии. Константинополь был самым большим городом Европы. И он поражал своей красотой, своим развитием, своей культурой. И послы князя Владимира, побывав в разных городах, искренне советовали князю принять христианство из Византии. Христианство пришло на нашу землю в первую очередь в виде книги и тех священнослужителей, которые эту книгу умели читать. А книгой, конечно, было Евангелие. Другими книгами, которые оказали огромное значение, огромное влияние на наших предков были псалтирь, богослужебные книги. Ну и уже впоследствии, конечно, появились книги другого жанра, более близкого к художественному. Но изначально, конечно, это были все-таки книги, которые имели самое практическое значение. С помощью Евангелия, Псалтирии и других книг совершалось богослужение и совершалось обучение. В прямом смысле обучение детей, обучение взрослых, назидательное нравственное научение. Именно эти средства духовного влияния, нравственного влияния были главными в руках тех людей, которых мы сегодня называем белорусскими святыми. Их жизни, их труды, их подвиги были целиком и полностью связаны с книгами, с книжным делом, с просвещением, со школой, с развитием науки. Хотелось бы назвать несколько имен самых, наверное, знаменитых, самых известных, тех, кого мы сегодня называем святыми белорусской земли. Конечно, в первую очередь, это преподобная Ефросиния Полоцкая, которая в юные годы, в 12-летнем возрасте, посвятила себя служению Христу, переписывала книги, построила известный, знаменитый монастырь в Полоцке. Ее трудами был создан возвязальный крест, величайшая святыня белорусского народа. Святая княжна и игуменья стала фактически родоначальницей монашеской жизни на землях Белой Руси и таким образом оказала огромное влияние не просто на город Полоцк, но на многие и многие другие города, на простой народ, который приходил в монастырь и многому там учился. С преподобной Ефросинией ее современниками были святители Полоцкие Мина и Дионисий, оба выходцы из Киево-Печерской лавры, простые монахи, которые были приглашены в Полоцк для того, чтобы там трудиться, воспитывая народ и совершая духовное просвещение. Рядом с ними стоят святители святые Туровские, в первую очередь преподобный Мартин, простой монах, который всю жизнь трудился поваром и испытывал тяжелые, испытывал страдания, тяжелые болезни, но вместе с тем он был величайшим молитвенником, ушел в затвор и много лет пробыл в тишине, в молчании, всего себя посвящая Богу. В том же городе Турове прославился, как святой епископ, святитель Кирилл Туровский. С юных лет он стремился к учению. Всего себя, все свое время он посвящал книгам, школе, стал монахом, а впоследствии епископом Туровским. За необыкновенные ораторские таланты, за его писательские способности уже в наше время святителя Кирилла назвали белорусским златоустом по имени древнего святого V века, также выдающегося оратора. Народное почитание определило святыми также и князей, некоторых князей из разных городов белорусской земли. Это и Борис Туровский, Ростислав Смоленский, Давмонд, князь Литовский, преподобная Харитина, княжна Литовская, праведная Иулиания, княжна Ольшанская, праведная София, княжна, княгиня Суудская. Кто они были, эти князья? Правителями? Скорее, они были не правителями, а мудрыми строителями народной жизни и жизни в своих княжествах. И строители в буквальном смысле, потому что все они были миротворцами, которые устраивали мирную жизнь в своих городах, в своих весях, строили храмы, созидали школы. Эти святые князья также запомнились, как ценители и любители книг и просвещения. Запомнился монашеской строгой жизнью преподобный Елисей Лавришевский, который стал основателем Лавришевского монастыря, расположенного на берегу Немана, недалеко от Новогрудка. Тогда Новогрудок был столицей Великого княжества Литовского. И недалеко, правда, в дремучем лесу тогда, была основана обитель, устраивал ее преподобный Елисей. Молитвенно мы почитаем также святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских. Это святые, ставшие одними из первых христианами в Вильне, в тогдашнем городе Великого княжества Литовского. И они были замучены, преданы на тяжкие пытки язычниками за отказ отречься от христианской веры. Смертную казнь утвердил над ними тогда Великий князь Литовский Ольгерт. Но их мученическая смерть и на него оказала большое влияние, потому что в дальнейшем Ольгерт стал христианином, а в конце жизни принял монашество и был погребен в монастыре Пресвятой Богородице, который он и сам построил. Вот это краткий список лишь некоторых из древних святых белорусской земли. Их было больше, а многих имена, конечно, мы и не знаем. Святые древней Белой Руси отличаются во многом тем, что они святыми были названы народом. Они были определены народным почитанием, уважением и любовью. Еще до того, как церковь назвала их святыми, уже простой народ молился этим людям, просил их заступничества, помощи, покровительства и молитв за нашу родную белорусскую землю. И вот это те люди, которые, а есть святые и нашего нового времени, святые 20 века, которые тоже проявили стойкость, которые тоже потрудились для славы и процветания белорусской земли. Это те люди, которые откликнулись любовью на любовь к Христову, которые, глядя на крест, может быть, на распятие, которое изображено на кресте преподобной Фросинии Половской, глядя на подвиг любви Сына Человеческого и Сына Божьего, не смогли остаться равнодушными и сказали себе, если Христос принес такую жертву за нас, то мы не можем остаться в стороне и должны ответить на эту жертву благодарностью и любовью. Это люди, которые всеми силами старались сделать жизнь на этой земле и жизнь белорусского народа похожей на Царствие Небесное, на рай. Они хотели, чтобы здесь был главным законом, закон любви, любви к Богу и ближнему. Отчасти им это удалось, потому что у них есть последователи, есть те, кто совершает такие же подвиги, как и они. Но с другой стороны, свое дело они незавершенным передали нам, своим потомкам, чтобы мы продолжали благоукрашать, устраивать самым наилучшим образом эту землю и жизнь этого народа. Поэтому и сегодня мы помним этих людей, ведь они своей любовью и своими молитвами, они всегда с нами во всех наших трудах, в наших радостях и в наших скорбях. И помня их мы снова и снова восклицаем, святые земли белорусской, молите Бога о нас. Аминь. Мир вам и Божие благословение. Мир Sant Мир и р